МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальные кадры из секретного уголовного дела. Захват преступника в погонах. Оперативники Департамента собственной безопасности МВД России завершили операцию по разработке и задержанию сотрудника милиции. Звание старших правдущих в должность в зал склада. Он же торговец оружием и боеприпасами. Его взяли с поличным в момент совершения сделки. Взрывчатка, гранаты, патроны в большом количестве могли пополнить арсенал преступников. Операция, длившаяся около месяца, подошла к своему логическому финалу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание, команда. Захват. Захват 7. Пошли. ДСБ. Департамент собственной безопасности. Самостоятельное секретное подразделение МВД. Его основной задачей является пресечение преступлений среди сотрудников милиции. ДСБ напрямую подчиняется министру внутренних дел. В целях безопасности мы не показываем лица этого человека. Он свидетель описываемых событий. Но никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. С его помощью год назад был обезврежен торговец оружием. Находясь на рыбалке, в очередной раз мы с рыбаками, с мужиками разговорились. И они рассказали мне о том, что можно купить пластит для того, чтобы побраконерничать. Игорь – заядлый рыбак. Однажды, приехав на Медвежьи озера, он встретил своих давних знакомых. Уже темнело. Клев был неважный. От скуки разговорились. Они мне рассказали, что сотрудники ОМОН продают рыбакам для рыбалки взрывчатые вещества. Пластит, гексоген. Все последние теракты совершены с использованием взрывчатки. У всех в памяти трагедия с Невским экспрессом. Первый подрыв Невского экспресса произошел 13 августа 2007 года. Обошлось без погибших. При этом были ранены 60 человек. В ноябре 2009 года Невский экспресс подорван вновь. Погибли 26 человек. Раненых – более 100. Наша безопасность зависит от всех граждан. От того, насколько мы сами будем об этой безопасности думать. И в тех ситуациях, которые покажутся нам подозрительными, привлекать, сообщать в милицию. Я думаю, это нормальное явление, которое, в общем-то, во всем цивилизованном, как мы называем, мире, оно давно уже существует и приветствуется. И ничего зазорного, наверное, в этом нет. Это не стукачество. Это забота о собственной безопасности, о безопасности своих детей, близких, своей страны. Игорь понял, надо срочно что-то делать. Если сами милиционеры так легко торгуют смертью недалеко и до беды. Ведь жертвой следующего теракта мог оказаться он сам, его любимые друзья. Приехав в Москву, я встретился со своим другом, который работает в департаменте собственной безопасности, и рассказал о том, что на территории московского региона можно приобрести взрывчатые вещества, которые ранее покупали уже мои знакомые рыбаки. Так из свидетелей Игорь попал в участники этой опасной и тонкой игры. Он согласился помогать следствию в разработке преступника или преступников, торгующих взрывчаткой. Казалось, сыщики были на верном пути. В начале 2009 года наши сотрудники получили информацию оперативного характера от своих источников о том, что некий гражданин, который, возможно, является сотрудником правоохранительных органов, занимается продажей оружия и взрывчатых веществ. Полковник Федотовский понимал, если за всем этим стоит сотрудник милиции, операция по его задержанию потребует напряжения всех сил. Канал продажи боеприпасов надо перекрывать незамедлительно. Взрывы в московском метро, кровь, стоны раненых, вмиг осиротевшие семьи. Растерянные лица, слезы выживших, немые крики «За что?». Они плакали почти беззвучно, жадно вдыхали свежий воздух и не понимали, что произошло. Рядом все несли и несли черные мешки с останками погибших. В адских машинах гексоген, а может быть, пластид. Вероятно, тоже с чьего-то склада. Цель, основная, конечно, эксперимента, это установить канал поставки вот этого оружия, его происхождения. Возможно, с воинских складов, да, возможно, с милицейских каких-то подразделений, может быть, криминального происхождения это оружие. Для начала надо было выяснить, какая именно взрывчатка предлагается на продажу. Гексоген, пластид или подпольно-выплавленный тол? Мне предложили поучаствовать в мероприятии по изобличению преступной группы, которая торгует оружием, боеприпасами. Мне было это очень интересно. Я впервые как бы поучаствовал в детективной истории. Здесь, в кабинете полковника Федотовского, Игорь познакомился с оперативниками. По легенде, они приятели Игоря и состоятельные бизнесмены. Они готовы хорошо заплатить за взрывчатку и боевые патроны. Игорю поручили связаться с продавцом через знакомых рыбаков, а затем свести его с друзьями-коммерсантами. Те, в свою очередь, должны были сделать контрольные закупки оружия. Первый контакт самый ответственный. Главное – действовать аккуратно, чтобы не спугнуть преступника. При реализации такой информации, конечно, при первой закупке оружия, как правило, да, и более правильно, не задерживают таких преступников. Поэтому мы провели первую встречу, используя для этого лиц, которые оказывали содействие нам в проведении этого оперативного эксперимента, под видом представителей коммерческих структур. Уже через три дня после того разговора Игорь получил СМС-сообщение. Встреча в кафе в 19.00. Он тут же отзвонился в ДСБ. Уникальная оперативная съемка. Скрытая камера фиксирует, как продавец оружия подсаживается к веселой компании. С этой минуты каждый его шаг, каждое движение будут под контролем. Это видео приобщат к уголовному делу как вещественное доказательство. Продавец предлагает клиентам пистолет. Мужчина осторожничает. Похоже, проверяет покупателей. При первой встрече он нам продал пистолет. Боевой пистолет времен Великой Отечественной войны восстановленный. Поэтому мы, в принципе, усомнились в том, что происхождение этого оружия с каких-то милицейских складов или с войсковых складов. Мы были уверены в том, что это оружие действительно копанное. Копанное или выкопанное оружие – это промысел так называемых черных копателей. Они выбирают места боев времен Отечественной войны и находят участки, где может храниться оружие и боеприпасы. Есть информация о том, что черные копатели скупают или крадут в музеях карты времен Отечественной войны, определяют по ним точки поиска. И даже по весне нанимают вертолеты для разведки с воздуха. Сверху, по характерному цвету прошлогодней травы и провалом в грунте, знающий человек почти безошибочно определит, где более 60 лет назад располагались полевой склад боеприпасов, блиндаж, окоп, ДОТ. Вот они – найденные в земле автоматы, патроны, гранаты, мины и снаряды времен войны. По статистике, за 9 последних месяцев специалистами групп разминирования аварийно-спасательных служб обнаружено и уничтожено 1700 взрывоопасных предметов. Кроме саперов, оружие находят и черные копатели. Только они его не уничтожают, а восстанавливают и продают за очень большие деньги. Но оперативников интересовал не трофейный пистолет, купленный в кафе, а взрывчатка, которую используют в терактах. Мы изначально, конечно, говорили, когда первая встреча была с этим гражданским, он был осведомлен о том, что все-таки вот эти предприниматели имеют отношение к экстремистскими организациям. Вот первоначально, да, это было озвучено, но было бы нелепо говорить об этом постоянно ему, потому что это могло бы его напугать, насторожить. Поэтому дальнейшие все встречи проходили под эгидой того, что это нам надо для рыбалки, для охоты, мы едем отдыхать. На вторую встречу в том же кафе торговец принес коробку из-под детской обуви, в которой был упакован пластид. Из заключения экспертизы. Приобретенный сотрудниками ДСБ пластид составил 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Для справки, такого количества взрывчатки достаточно, чтобы разрушить подъезд пятиэтажного дома или десяток легковых автомобилей. Но брать продавца нельзя. Судя по всему, он всего лишь посредник. Мы провели ряд оперативных мероприятий, конечно, установили его место жительства, установили полные данные его, да, и в конечном счете мы пришли к тому, что все-таки он не является сотрудником милиции, да, является гражданским лицом, который, естественно, выступал в качестве посредника. То есть взрывчатое вещество оружия он брал у другого лица. После того, как полковник Федотовский убедился, что торговец оружием всего лишь посредник и никакого отношения к органам не имеет, было решено его задержать. Мы задержали этого гражданина. При задержании действительно информация подтвердилась, он гражданское лицо, да, и в ходе его беседы с ним он сообщил, что данное оружие взрывчатые вещества он приобретал у сотрудника ОМОН. Из материалов уголовного дела. Подозреваемый заявил, что уже около года перепродает оружие и взрывчатые вещества, закупая их у гражданина Беликова Михаила Петровича. Узнал его фамилию, узнал адрес, телефон. Поэтому следующим этапом было документирование вот именно этой цепочки преступной, происхождение, откуда берется же все-таки оружие. Это поиск контакта, выхода на этого сотрудника, на Беликова непосредственно, да, с целью документирования его преступной деятельности. Из характеристики Беликова Михаила Петровича. 53-го года рождения. Старшего прапорщика отряда милиции особого назначения в УВД города Москвы. В рядах МВД Беликов служит более 20 лет. За время службы неоднократно был командирован в районы военных действий. Имеет награды. Сомнений не оставалось. Беликов продавал взрывчатку и боеприпасы со склада ОМОН. Теперь операция Департамента собственной безопасности входила в решающую стадию. Позвонил Михаилу Беликову, договорился с ним о встрече. Игорь и его друзья-коммерсанты приехали в Строгино. Здесь, на улице Твардовского, неподалеку от места службы прапорщика Беликова, они и встретились, познакомились и провели первые переговоры. При встрече я обозначил, что я хотел бы приобрести. Данные разговоры, они фиксировались на видео-аудио-носителе. Вот. С Михаилом мы договорились о цене, о том, что он мне продаст пластит с запалами от гранат F1 для рыбалки. Уже на следующий день прапорщик выполнил просьбу Игоря. Беликова не интересовало, зачем для глушения рыбы нужно столько пластида. Его заботила только цена – 35 тысяч рублей. Первый раз я у него купил 25 запалов. 25 запалов от гранат и 25 кусков пластида. Он мне рассказал, как это можно оборудовать, чтобы произошел взрыв. По заключению экспертизы. Приобретенные свидетелем взрывчатые вещества способны разрушить полотно железной дороги длиной в 20 метров. Для справки. Достаточно одного разрушенного погонного метра дорожного полотна, чтобы поезд, подобный Невскому экспрессу, на скорости 200 км в час сошел с рельсов, без возможности уцелеть пассажирам. На очередной встрече Михаил мне предложил приобрести у него также пластид, запалы и гранаты ВОК. Я поинтересовался, что это такое. Он мне сказал, что это для стрельбы из подствольника. Так называемая граната. Михаил Беликов, судя по стажу работы и характеристики, был уважаемым милиционером. Торговать оружием он начал в 2006 году. Возможно, пойти на преступление его заставила не только жажда денег. Тогда что? Ему за 50 лет он должен вот-вот увольняться. Наверное, послужив родине определенное количество лет, он к концу своих дней службы увидел, что у него ничего нет. И вот наличие боевого стресса, последствия этого стресса, наверное, эти размышления о том, что жизнь заканчивается, а у тебя ничего нет. Наличие, наверное, семьи, детей. Все эти факторы, они сыграли негативную роль. И человек, который был наверняка заслуженный, награжденный, имел благодарности, он вдруг ломается. Из милицейской статистики. За 2009 год выявлено почти 70 тысяч правонарушений, совершенных сотрудниками милиции. Но самым громким остается дело начальника ОВД Царицына майора Евсюкова, который расстрелял посетителей и персонал московского супермаркета. Старший прапорщик Беликов не расстреливал мирных граждан. Он продавал оружие и взрывчатку, которые могли пойти в ход, если бы попали в руки профессиональных убийц или террористов. Историю греков одения мы, я так думаю, здесь обсуждать не будем, потому что, скорее всего, основной позыв к совершению такого преступления, достаточно серьезного, когда человек, не разбираясь, продавал оружие незнакомым, малознакомым, и еще кому-то, связано с его желанием обогатиться. Из материалов уголовного дела. Операция по захвату гражданина Беликова началась 21 мая. Хронология событий такова. 10.00. Беликов позвонил Игорю, чтобы тот приезжал за партией взрывчатки. Договорились на 3 часа дня. И последняя наша встреча была с ним, когда мы приняли решение уже задержать его. Мы договорились на очень крупную партию вогов, патронов боевых, к автоматам, пластид. И вновь эксклюзивные кадры оперативки. Игорь и коммерсанты входят в расположение отряда ОМОН. Беликов отводит их на склад. Я был удивлен, когда проходил через КПП, и сотрудники, которые несли дежурство, они не поинтересовались даже, куда я прохожу. 15.10. Беликов на складе. Показывает покупателям взрывчатые вещества. Рассказывает, как ими пользоваться. На всякий случай проводит инструктаж по технике безопасности, чтобы коммерсанты вдруг не стали жертвами самопроизвольного взрыва. Он показал, как нужно обращаться с пластидом, показал, как нужно обращаться с вогами, с выстрелами. Показал, что можно сделать из них, как можно сделать большое взрывчатое устройство взрывное. То есть провел инструктаж. Затем Беликов загрузил в сумку взрывчатку, за что получил от коммерсантов, а точнее от сотрудников ДСБ, 152 тысячи рублей. Все боеприпасы и оружие вынести сразу не удалось. Уж слишком тяжелым был груз. Пришлось вновь вернуться на склад, забрать оставшееся оружие. На проходной незнакомыми посетителями так никто и не заинтересовался. 16.00. Момент захвата. Когда торговец выходил из иномарки с 4-х литровой бутылкой виски, его и взяли. Он любовно поддерживал презент, который сотрудники ДСБ под видом коммерсантов подарили ему за помощь в их рыбацких делах. Быть может, он все еще думал, что это розыгрыш. Сотрудники ДСБ проводят задержания. Михаил пребывал в полной растерянности, он даже не понимал, что происходит. Но я слышал такую фразу, когда сотрудник взял его за руку и сказал, оставайтесь на своем месте. Михаил в ответ ему сказал, аккуратнее, бутылка может разбиться. Место происшествия у нас расположено по адресу, значит, на стоянке перед трамвайном ДК, по адресу улицы Гвардовского, том 6, строение 5. Скажите, пожалуйста, ваш фамилия, его отчество? Беликов Михаил Петрович. Поближе, пожалуйста, чтобы слышно было камера. Беликов Михаил Петрович. С Беликова сняли наручники, чтобы он показал сотрудникам ДСБ содержимое своих карманов. Ничего неожиданного не произошло. А какая сумма здесь денег? Здесь 152 тысячи. А за что? Откуда у вас заедете? Каплю. Беликов лжет и выкручивается. В нем все еще теплится надежда, что это случайный арест. Но сотрудники ДСБ предлагают ему во всем сознаться. Из материалов уголовного дела. Старший прапорщик Беликов Михаил Петрович продал посторонним лицам 75 боевых гранат, 3 магазина к автомату Калашникова, 80 запалов и 1 килограмм гексогена. Куда мог пойти весь этот арсенал, остается только догадываться. А вот и содержимое тех самых объемных сумок, которые торговец смертью оценил немногим более 150 тысяч рублей. Из материалов уголовного дела. В отношении Беликова МП возбуждено уголовное дело по статьям «Хищение взрывчатых веществ, незаконный оборот оружия и превышение должностных полномочий». Конечно, он совершил тяжелейшее преступление, он продавал оружие. Оружие могло быть использовано против наших граждан, нашего государства. Могли еще один пояс взорвать, не дай бог. Это тяжелейшее преступление, он, конечно, за это ответил. Но с точки зрения психологической, были ли там смягчающие обстоятельства? Да, были. По мнению эксперта, психологический слом Беликова произошел в горячих точках, где он воевал. Так называемый вьетнамский синдром. В середине 70-х Америку захлестнула волна преступлений, совершенных военнослужащими ветеранами Вьетнама. У каждого поколения своя война. В России подобные психические реакции называли и афганским, и чеченским синдромами. Суд учел прежние заслуги Беликова Михаила Петровича, назначив ему наказание 7 лет колонии строгого режима. Следствие установило. Старший прапорщик действовал в одиночку. А тем временем сотрудники ДСБ взяли другой след. В делах, подобных делу Беликова, еще рано ставить точку. Случаи не единичны, и каждому, безусловно, будет дана своя оценка. Работа у нас никогда не останавливается, она только двигается вперед. Безусловно, будут и другие факты, но хотелось бы, чтобы этот урок, горький, к сожалению, для других был показательным. Чтобы люди помнили, что у нас есть такое понятие, неотратимость, наказание за совершенное преступление. И все же некоторые вопросы так и остались без ответа. Неужели 57-летний прапорщик был настолько наивен или глуп, что не понимал, куда могут пойти проданные им боеприпасы? Или, быть может, чтобы не заморачиваться и окончательно усыпить свою совесть, он согласился с удобной версией про пластид для браконьеров? Как бы то ни было, преступник должен сидеть в тюрьме. И это свершилось.